Нежелание принимать советы. Мы говорили о непонимании природы друг друга. И мы с вами остановились на теме очень важной, которая называется отсутствие установления внутреннего контакта, отсутствие внутренней жизни. Хотя в целом это и есть то послание, которое я несу, вы заметили, что все мои лекции пропитаны вот этой идеей молитвы или внутренней жизни, работы над собой. И тема моей кандидатской диссертации была также, она называлась «Позитивное мотивирование на высшие гуманитарные ценности». То есть идея основная моей деятельности, научной, в том числе в общественном здоровье, она основана на том, что человеку в нашем современной культуре не хватает внутренней жизни, не хватает того, от чего мы ушли. Ну то есть если взять культуру, допустим, сто лет назад в России, телевизоров не было, и люди больше уделяли времени молитве, работе над собой, то есть они молились во время еды, перед едой, после еды, вечером, утром, ну то есть раскаивались, просили прощения. Это внутренняя деятельность. Есть еще внешняя деятельность. Это попытка как-то снять напряжение с помощью телевизора, радио, интернет. И вот это вот снятие напряжения с помощью телевизора, радио, интернет, это сравнивается в ведах с купанием слона. Есть такая история, там есть разные истории в ведах, которые просто сравнительно показывают, чем мы занимаемся. Ну то есть слон, когда идет купаться, он искупался и выходит на берег, то на него налипает сразу куча всякой мошкары. И чтобы от нее избавиться, он валяется в песке. На мокрую валяется в песке, то есть он искупался, вывалялся в песке, и что получилось? Ну то же самое, то есть он опять грязный. Ну то есть купание слона означает, что человек с помощью вот этих методов, просто отвлечения сознания, то есть он посмотрел телевизор, какой-то фильм, поиграл в компьютерную игру, он что делает? Он отвлекается от внутренних проблем. Причина, почему он так делает, заключается в том, что это самый легкий путь, самый легкий путь обычно принимается естественным образом любым живым существом, не только человеком. Я, будучи студентом, изучая поведение людей, животных, смотрел на поведение, изучал все это, я пытался понять, как ведет себя. И когда я приезжал домой в гости к маме, там у нее была кошка, когда кошка шла на кухню, это значит, что у нее была цель в жизни какая-то. Я пытался понять, как она будет реагировать на меня, то есть я брал ее за хвост. Как вы думаете, что первое делала кошка? А? Ну, она останавливается потом, понятно, потому что она не могла идти. Она, кстати, не останавливалась, а сначала буксовала. Она шла на одном месте сначала. Потому что самое простое, что можно сделать, это не обращать внимания на то, что происходит. Это первое, что она делала, просто не обращала внимания, продолжала идти, хотя на одном месте. Ну, что типа, ну, сейчас отпустят, все нормально. Проблем никаких нет, скоро пройдет, все. Идем на одном месте, не обращая внимания. Дальше что она делала? А? Нет, она не ложилась на АЛДАПОЛО. Дальше она мяукала, начинала орать просто и продолжала пытаться идти вперед. Дергалась уже так вот. Она останавливалась сначала. Мяу, мяу, говорила. Не отпускаю хвост. Потом раз резко дергалась, чтобы вырваться. Но ничего не получалось. И дальше что она делала? Да. И дальше она со всей силы уже начинала как бы пытаться вырваться. И когда это не получалось, она только тогда поворачивала голову и смотрела, что происходит. Только после этого. Поворачивала голову, видела, что я держу хвост. Хотя она до этого знала это по ощущениям. Чего тут сложно понять. Когда она видела уже, что я держу хвост, тогда в этот момент она сымитировала укус. Просто так. Мне на руку. И я отпустил. И она пошла кушать. На кухню. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что ну это естественно для любого живого существа пытаться решать проблемы сначала по-простому. Не так, как надо решать на самом деле, а по-простому. Так, чтобы просто вот по-простому. Ну допустим, человек поссорился с кем-то. Поссорился. Я поссорился, допустим, с кем-то. Какой самый простой способ? Давайте простые способы решить проблему. Перечисляй. Не, ну я пришел домой, да, вы правильно говорите, что это в данном случае как бы понятно, что он сам дурак. Но я говорю, вот что мне делать с собой в данном случае? То есть что я делаю? Я что делаю? Я пью пиво, чтобы расслабиться, курю сигарету, смотрю телевизор, играю в компьютерные игры, слушаю музон какой-нибудь, ну что-то делаю, может на американские горки пойду прокачусь, чтобы как-то снять напряжение. Ну то есть я что делаю? Продолжаю идти, то есть я не поворачиваюсь к проблеме, я просто иду вперед на месте. купание слона, то есть я искупался, потом в пыль, потому что мошки кусают. Ничего не поменялось в моем сердце, то есть я не решил проблему в своем сердце, я просто пытаюсь от нее убежать. Это обычная, обычная схема решения вопросов в современном обществе. Люди просто пытаются снять напряжение из себя и все, они пытаются убежать от проблемы. 99% людей приходя домой включают телевизор. Причина, почему они включают телевизор, чтобы снять напряжение, другой причины нет. Смотреть там сейчас уже нечего. Кто-то смотрит, кто-то включает видео, вот, и все фильмы, если взять все фильмы, передачи, они как построены, на каком принципе? На принципы, на принципе снять напряжение, то есть есть разные способы снятия напряжения. Допустим, если есть какой-то страх в жизни, тогда, когда человек расслабляется, когда он видит, что у кого-то больший страх, поэтому показывают вот этот вот Пит Бред там, ну, то есть, всякий вот этот бред. Ну, то есть, показывают ну, вот этот мертвые восстали, мертвые не потеют, многосерен, там, мертвые против живых и так далее. Ну, то есть, страшно, да? Страшно, и мы смотрим, и как-то легче становится, думаем, вроде бы, все хорошо. Чисто на подсознательном уровне работают. теперь неудачная любовь. Надо посмотреть эротический фильм. Не хватает энергии любви. Посмотрел, получил вот этот контакт с энергией любви, успокоился. И так далее. То есть, если, допустим, постоянно сплетни, зависть, тогда надо смотреть дефектив. То есть, ситуация там такая странная, тяжелая, мы изучаем все. Потом раз кого-нибудь убили. Сначала убили, потом изучаем. Ну, то есть, все это предназначено только для одного, чтобы уйти от решения вопросов. И жизнь такая, она сравнивается в ведах с диким колодцем поросшим травой. В древней культуре, в индийской, там одно нарушение от правильного поведения в отношениях с колодцами приводило к очень печальным последствиям. То есть, люди вырывали колодцы, а потом они за ними не следили, а так как там растительность очень бурная, то вот этот вот из травы, как это называется, настил, он зарастал, ну колодец зарастал этим настилом. И получалось, вот человек идет и вообще, ну то есть, просто трава, растет трава, то есть, иду по траве, гуляю, и дальше что происходит? Так как вот он не выдерживает тело человека, этот настил, человек туда падает в этот колодец, а там несколько метров глубины, и когда он упал, захлопывается трава. Звука нет никакого, то есть, звукоизоляция наступает полная, и выкарабцаться невозможно. Поэтому, когда человек живет вот такой жизнью, которая нацелена только на снятие напряжения, это сравнивается с пребыванием в колодце, поросшим травой, полная безнадега, полная безнадега, то есть, шансов нет исправить ситуацию, потому что, если говорить о деятельности ложного эго, о чем мы говорили вчера, то, когда возникает конфликт, он сам собой не разрешается, потому что два человека хотят наслаждаться друг другом, а это вызывает боль, и эта боль, она имеет природу нарастания, поэтому я всегда задаю вопрос с точки зрения, говорить, если в семейной жизни, у меня вопрос, который я уже задавал там девушке, там сидела, не знаю, сейчас там сидит или нет, нет уже, здесь так, мы с вами продолжаем общение, вопрос был такой, бывает ли такое, что в семейной жизни все всегда хорошо, никогда не портится отношение, все всегда хорошо, и ответ такой, не бывает, не бывает, потому что сама природа семейных отношений, близких отношений, мужчина эгоизм и женщина это природа нарастающего эгоизма, поэтому отношения сами по себе в семейной жизни всегда только портятся, они сами по себе даже на одном уровне не остаются, они только портятся всегда, и у всех, такова природа отношений между мужчиной и женщиной, она портится, отношения портятся, так же, как зубы надо чистить каждый день, чтобы рот, рот тоже, кстати, такая природа, вот во рту постепенно накапливается запах плохой, значит ли это, чтобы рот плохой? Нет, просто его надо чистить, мы привыкли чистить зубы, но мы не чистим отношения, мы просто думаем, наверное, мне не повезло, что ли, что-то непонятно, почему у меня так все хуже и хуже постепенно как-то с годами, с мужем или с женой, может быть, мне не повезло, люди чаще всего думают, что им не повезло, потому что в обществе существует такое правило, вот этот ответ на вопрос девушки, она говорила, а я знаю такие семьи, у которых все хорошо, это работает правило просто, знаете, какое правило? показывать, что у нас все хорошо, и некоторые показывают так тщательно, так хорошо, что действительно кажется, что все хорошо, но такого по сути не бывает, потому что отношения же между мужчиной и женщиной это отношения эгоизма, и поэтому существует определенная схема, которая уже доказана психологами, есть такая психолог Алешина с русской фамилией в Америке живет, она изучила вот этот график семейных отношений, и оказалось буква В, сначала года три отношения улучшаются, потому что люди наслаждаются друг другом, так называемый медовый месяц или год, отношения сначала улучшаются, потом начинают постепенно ухудшаться, где-то 12 лет они ухудшаются, и где-то от 6 до 12 лет это как раз тот период, когда люди бросают друг другу, потом 12 лет, где-то 12-14 лет идет самый низ, и в это время люди или принимают концепцию служить друг другу, или разрывают семью, если люди не начинают просто служить друг другу и принимать друг друга как есть, то тогда буква В не поднимается вверх, остается только одна половинка, понимаете, потом только начинает подниматься вверх, когда люди, это может и не 6 лет, не 12 лет, а даже и за 3 года может все решиться, что сначала отношения вверх пошли, потом они как-то чуть-чуть снизились, и потом пошли уже опять вверх, это бывает только в тех семьях, где занимаются духовной практикой, других вариантов нет, потому что если мы зубы не чистим, значит тогда изо рта будет вонять, точно так же и отношения семейные, если мы их не чистим, они будут вонять обязательно, без всяких вариантов, и люди, большинство людей думают, что мне не просто у меня не получилось, но на самом деле это всегда и у всех есть, то, что у меня не получилось, это у всех то же самое, но мы говорили уже о статистике 80% разводов в России сейчас, 80% семей, которые ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, вы согласны быть его женой, ну да, а вы и я, все, мы согласились, обручальное кольцо, там все играет, гимны свадебные, одеваем кольца и пошли, 80% вероятности, что эта семья развалится в нашей стране, да, а вот это как раз и означает хорошее развитие семейной жизни, правильное развитие отношений, сначала плохо, потом хорошо, обычно это бывает тех людей, которые принимают друг друга на платформе одинаковых взглядов, вот смотрите, как такие отношения развиваются, люди чувствуют, что у них одинаковые взгляды и они хотят быть вместе, но их не сильно тянет друг к другу, они развивают отношения, им сначала тяжело, потому что они как-то в чем-то не совпадают, они общаются и где-то отношения развиваются где-то полгода, год, а потом только они женятся и самый лучший вариант, что только после свадьбы они занимаются сексом уже, это самый лучший вариант, революционный, то, что я сказал, революционно, подышите поглубже немножко, ослабьтесь, подышите поглубже, но то, что я сейчас сказал, это вот как раз классика, когда люди действительно получают хороший результат, и причем классическое представление о семейной жизни сейчас основано на философии сексопатологов, и философия такая, что если палочка с колбочкой совместимы, значит, тогда семейная жизнь будет хорошая, а если с палочкой с колбочкой несовместимы, значит, плохая, понимаете, да, о чем я говорю, сексопатологи так считают, это их как бы философия, и на самом деле надо знать такую вещь, что когда мужчина и женщина все-таки достигают внутренней гармонии друг с другом, половых расстройств не бывает, они начинают чувствовать друг друга глупо понимать, и у них нет проблем с тем, чтобы друг под друга подстроиться, нет проблем, понимаете, человек это не кошки, не собаки, человеку подстроиться несложно, если он чувствует другого, а чувствовать другого можно только с помощью развития глубоких отношений, все, других вариантов нет, с другой стороны, когда палочки и колбочки сильно совпадают, сценарий один и тот же всегда, людям не надо знакомиться друг с другом, изучать друг друга философию, понимание жизни, им не надо этого, они просто шпарят секс целыми днями, и все, но в лучшем случае ездят на Майами, параллельно, если деньги есть, ну, просто наслаждаются жизнью, 2-3 года, а потом что происходит, а потом они устают друг от друга неизбежно, невозможно сексом жарко заниматься всю жизнь, невозможно, надоедает, все равно усталость наступает, и дальше что наступает, надо жить вместе, уже секс вызывает сильную привязанность до боли друг к другу, люди привязываются до боли друг к другу, а разговаривать, общаться они могут друг с другом, потому что они развивали отношения на более высоких центрах, если говорить астрологически, то обычно люди сходятся по мотивам на одном из центров, если говорить о мотивах соединения семьи, то половые центры это очень грубые энергии, это грубые энергии животных чувств, самый низший мотив создания семьи это просто желание секса и все и как люди находят друг другу с таким желанием секса, как они создают семью, находят они друг друга на дискотеках обычно, там где люди под соответствующую музыку крутят соответствующими местами, и понеслась, да, это следующий уровень более высокий, так, самый низкий уровень отношений это секс, люди познакомились для того, чтобы эти отношения строить, даже не надо в общем-то узнавать как зовут, секс это еще не повод для знакомства, ну то есть люди не понимают, что они после дискотеки пошли, как они называют это, даже не буду говорить, вот, очень грубым словом, вот, они это сделали, ну да, правильно, вы поняли, вот, вот, и они понимают, что в этот момент через нижние центры, когда люди соединяются, у них возникает, как веды говорят, как веревкой соединяются сердца, особенно, если им понравилось, если не понравилось, то как бы и до свидания, а если понравилось, вот тут вот как проблемы возникают, потому что сердца соединяются как веревкой, очень плотно соединяются сердца и тянет человек к другому человеку, но их притяжение, как бы наступает это притяжение, потому что очень сильное удовольствие, оно подсаживается, человек на него, не только человек, это удовольствие это страшная сила вообще, есть такой эксперимент классический, когда у крысы находят центр удовольствия и кнопочку перед ней ставят, с помощью которой она электрическими электродами этот центр возбуждает, нажимая на кнопочку, крыса нажимает на клопочку до смерти, нажимает кнопочку до тех пор, пока она не умирает от перевозбуждения головного мозга, такой результат всегда бывает только один у крысы, не думайте, что мы чем-то от этого отличаемся, то есть секс до последнего будет, до последнего вздоха, ну то есть люди просто мучают друг друга под конец, просто мучают, они пытаются получить то же удовольствие, которое хотят получить, но ничего не получается в конце концов. Вот этот вид создания отношений, который сейчас и массируется во всем кинематографе, во всех книгах, это самый патовый вариант создания семьи, самый патовый, это страстная любовь, которая, кстати, в классической литературе описана как несчастная всегда, если страстная любовь, то всегда несчастная, начиная с Пушкина, заканчивая Шекспиром, всегда все один и тот же сценарий. Так, следующий вариант, когда отношения начинаются на более высоких центрах, паховый центр, копчиковые, это половые отношения, паховый центр означает самосохранение или то, что вы сказали, брак по расчету, то есть деньги. Не то, что он совсем по расчету, понимаете, просто так действует природа. Если у человека цель жизни не секс, а выше, допустим, он хочет состоятельным быть, то, естественно, возникает любовь именно на основе человек даже чувствует красоту вот таким образом, он видит красота, если состоятельность значит красивая, несостоятельность значит некрасивая. Девушка тоже так чувствует мужчину, если он как бы с достатком, он ей нравится, без достатка не нравится, они сходятся вот на этом уровне. и дальше отношения развиваются чуть получше, то есть как они развиваются, они пытаются оценить возможности друг друга устойчиво жить, то есть они оценивают друг друга, прицениваются, общаются с целью понять, насколько человек устойчив в жизни. Когда они чувствуют защиту в своих интересах друг друга, они женятся. Секс уже стоит на втором месте здесь. Естественно, он важен для них тоже, очень важен, потому что нижние центры, но уже на втором месте. Часто в таких семьях для женщины больше важен секс, чем для мужчины, потому что паховый центр это женский половой центр. У женщины всегда самое половое чувство сильно связано с достатком. Если нет достатка и комфорта, то женщине очень трудно расслабиться и быть счастливой в этой ситуации. В таких семьях то же самое, они очень сильно устремлены на отношения, когда они ставят материальные цели и достигают их. Но вот печальный результат наступает тогда, когда материальная цель достигнута. Ну, купили квартиру, ну, машина уже есть, что дальше? А дальше надо общаться же друг с другом, общаться они не могут, потому что нижние центры не предусматривают отношения какие-то более глубокие. Они просто означают, что мы вместе достигаем каких-то материальных целей и все. Даже плюс, пускай они достигнуты, достигнуты или не достигнуты, просто приходит время, надо разговаривать, начинать друг с другом серьезно, а это невозможно. Возможно, конечно, возможно, и даже на уровне полового влечения, вот этого, когда семьи создаются, все равно все можно исправить, можно наладить отношения, это называется внутренняя жизнь, просто чем ниже мотивы при создании семьи, тем тяжелее гармонизировать отношения в будущем, но это возможно, все равно это возможно. Дальше следующий мотив это влияние, власть на уровне солнечного сплетения, отношения создаются, это уже не, если, допустим, обычно отношения на уровне пахового центра строятся на работе, так называемый служебный романс, на работе строится, то отношения на уровне власти и влияния строятся уже в элитном обществе каком-то, это какие-то элитные рестораны, какие-то красивые места и так далее, где вот люди так себя ведут, они одевают соответствующие одежды, в которых они понты кидают друг перед другом, то есть показывают свое влияние, влиятельность показывают, и соответственная речь у них такая же, соответствующие манеры поведения, цель, вот найти себе тоже влиятельного человека, два влиятельных человека должны встретиться, более высокий уровень создания семьи, потому что когда люди на этом уровне создают отношения, им надо быть уже, вести себя правильно, общаться правильно, надо уже как-то в обществе выглядеть порядочно, понимаете, ну то есть уже какие-то правила, нормы поведения уже возникают, какая-то культура отношений, и здесь уже естественно отношения становятся более стойкими, потому что они основываются на чувстве престижа, людям стыдно разрушать семью, потому что это повлияет на репутацию, отношения дольше строятся, дольше длятся, и какой-то хороший, более-менее результат уже имеют. Следующий вид отношений, это отношения, основанные на нравственной культуре, эти отношения создают естественные стойкие отношения в семье, отношения основаны на нравственной культуре, это когда люди имеют одну культуру и одну нравственность, имеют хорошее воспитание, и они строят отношения, соединяя друг с другом, друг друга на основе советов старших, и на основе понимания, что этот человек имеет правильное воспитание, то есть их обычно знакомят таких людей, или они знакомятся с рекомендациями как-то, то есть эти отношения уже помогают создавать, для таких отношений уже люди должны вращаться в какой-то среде, понимаете, что такое культура, вот мы в культурной среде сейчас живем или нет, знаете, что такое культура, культура, когда есть сообщество людей, имеющих очень близкие отношения друг с другом, это означает культура, культура настоящая может быть только в религиозной среде, когда люди имеют общество людей, они собираются на какие-то духовные беседы, у них есть наставники, есть близкие люди, которые верят в Бога как-то, понимаете, создается такое сообщество людей, в которых они чувствуют защиту друг от друга, но просто ходить на работу и вместе работать не подразумевает такую культуру, то есть люди, когда вместе просто работают, они, это не означает, что у них близкие какие-то серьезные отношения, есть три типа дружбы, есть дружба, самая нестойкая дружба, это дружба, в которой мы вместе отдыхаем, ездим на отдых, просто расслаблено, на праздники собираемся, это самая нестойкая дружба, она быстро разрушается, вот, буквально какой-то один несчастный случай, и человек уже не может отношения с этим строить, потому что эта дружба основана над тем, что мы наслаждаемся друг другом, если человек в горе, им можно наслаждаться, нет, нет, до свидания, вот, следующий вид дружбы, более стойкий, это дружба, основанная на каких-то деловых отношениях, этот вид дружбы более стойкую природу имеет, потому что люди зависят друг от друга уже конкретно в делах, они друг без друга не могут уже жить, потому что у них есть связь в делах сильная, более стойкий вид дружбы, но не сердечный, дальше есть дружба связанная с верой, эта дружба она самая стойкая, и при этом внешне она кажется не слишком близкой, люди просто уважают друг друга за то, что они одинаковым путем идут, но есть еще другой вид дружбы, самый сильный, это сердечная дружба, сердечная дружба имеет духовную природу, простые люди не могут дружить сердечной дружбой, потому что она основана на бескорыстии, бескорыстие, надо же еще научиться так себя вести бескорыстно, потому что люди в основном на уровне симпатии дружат, они дружат потому что их просто тянет друг к другу, совместимость какая-то дает им возможность дружить, это нестойкая дружба, когда у человека горе, то тот, кто чувствует совместимость, он обычно до свидания, но вот именно духовная дружба, она очень стойкая, она дает, если люди соратники духовные, они вместе одной дорогой духовной идут, они очень сильно защищают друг друга в жизни, спасают, помогают, заботятся и так далее, сейчас это малодоступная вещь для многих людей, в основном люди дружат друг с другом, потому что сердце откликается и они как бы чувствуют какое-то счастье в отношении, это нестойкая дружба, обычно это проверяется, когда наступает беда, большинство друзей бросают человека в беде, вот кто не бросил, там уже значит какие-то чувства более сильные, затронутые, более возвышенные в отношении, у кого недавно была беда, поднимите руку, побросал народ вас, побросал, но кто бросил, вы сейчас с ними будете дружить, а кто остался, не думала, но значит не такая сильная беда, моя хорошая, у кого сильная беда была, поднимите руку, побросал народ вас, побросал, вот, хорошо, мы с вами нашли общий язык, а кто остался, вы поняли, вот те, кто остался, они обычно, ну, они обычно дружат очень скромно, так ведь, не сильно рисуются в дружбе, они остались, и вы теперь поняли, да, друг беде не бросит, лишнего не спросит, вот, значит, настоящий верный друг, ну, песняк уже все сказано, а,